так добрый вечер всем я пожалуй начну сегодня с того что как-то соотнесусь вот с тем форумом на котором я присутствовал который вел из релик я бы хотел и как бы этот форум помимо прочего подвину меня на размышления о том что собственно говоря делает текст сакральным сознание людей мы знаем что есть сакральные текст но что их делает сакральным сознание людей особенно если речь идет о текстах которые содержат себя некоторые исторические повествования какой степени соотнесенность с исторической фактологии способствует их сакральности наверное в какой-то степени способствует сознание людей то есть есть целый ряд людей которым очень важно сознавать что то что описывает такой текст соответствует реальной действительности прошлого и и все же я хотел здесь как бы сказать что по сути дело то что делает тех сакральным это видимо две основные вещи это некая его экзистенциальная значимость глубина соотнесенность с той группой людей которые воспринимают его как сакральный то есть для них этот текст экзистенциально значим он как бы даже если говорит о прошлом он на самом деле проецируется на их настоящее и на их будущее вот и соответственно есть вторая сторона связана непосредственно с первой если текст действительно неформально глубинно экзистенциально воспринимается как сакральный то тогда это восприятие не может быть поколеблено не должно быть поколеблено теми или иными скажем гипотезами научного свойства будь то гипотеза исторические естественно научные археологические те или иные модели которые предлагает любая область науки и если вот эта сакральность неформальная сакральность оказывается под ударом сознание людей то это некоторая проблема а тогда мы начинаем сразу же начинается такая своего рода политическая возня вокруг этого кто за кто против а вот такие-то ученые они значит стремятся неспровергнуть а такие-то ученые наоборот стараются значит не знаю подтвердить подтвердить и упрочить это такого рода дискурс представляется мне проблематичным потому что есть две как бы независимые друг от друга области есть область сакральная религиозная область внутреннего убеждения которая как бы ну составляет некоторый остов жизни тех людей которые действительно так текст воспринимает есть область другая область которая касается научного исследования на как бы не зависит от этой экзистенциальной устремленности экзистенциальной значимости текста и не может от этого зависеть я равно как и экзистенциальная значимости устремленность не может зависеть от этого научного исследовать не вспоминается этой связи и очень уважаемый человек в израиле когда впервые было опубликовано сообщение о надписи проклятиями на горе и валь месяца полтора тому назад вот я слышал его говорящим такие слова что теперь эти ученые должны каяться вот они теперь должны каяться потому что вот теперь мы доказали что как он сказал сэфер дворим кодум книга второзакония древние значит доказали мы это или не доказали это уже другой вопрос но почему нужно каяться почему нужно каяться или наоборот там перед кем-то оправдываться или наоборот с пеной у рта что-то доказывать это вещи которые просто на мой взгляд должно быть разнесены это два разных мира как бы пытаться их во что бы то ни стало втиснуть прокрустого ложа где они как-то должны будут друг с другом взаимодействовать несмотря на то что они как бы являются на мой взгляд опять же параллельными реальностями это неминуемо ведет либо каким-то какому-то упрощенчеству либо либо вот такой вот политической грязни так как бы просто мои размышления вслух на общую тему на общую тему но на самом деле она непосредственно касается того о чем мы сейчас будем говорить а именно описание царствования шломал в тонахи мы в общем как бы хорошо знакомые как правило с этими текстами и как бы общий подход с отбору файл значит общий подход состоит в том что ну даже если значит как бы в этих наших текстах есть достаточно много легендарного годического этого наверное немало но в любом случае есть некоторое историческое зерно вот в этом описание касается не только шлума но это это между прочим был как бы подход который в общем доминировал по крайней мере до второй половины 20 века где-то примерно до 70-х 80-х годов 20 века как бы это было общий подход у историков археологов которые занимались в библейской археологии истории значит есть какое-то обязательно должно быть рациональное зерно историческое не рациональное историческое более того это в большей степени даже касалось протестантских и католических исследователей нежели еврейских как бы по той причине что по крайней мере в начале 20 века большинство этих исследователей были действительно верующими людьми и они напрямую декларировали что для них чрезвычайно экзистенциально важно доказать что то что написано в канахе правда фактологическая правда это было для израильских исследователей тоже важно но поскольку они так как раз большинстве своем были не светскими это было скорее важно для некоторого национального государственного сознания на вот как бы как бен-гурион берет книгу танаха и говорит это наше право это наше право воспринимается как право если то что написано там исторически верно и подтверждается фактами находками на местности а это как бы было такое общее место скобках отмечу что время совсем таки не историки не археологи не библииста как раз представитель естественно научных и естественных наук профессор в иландского университета она везер написал книгу которая была на разных языках вышла в начале решит вот и там во вступлении он пишет что вот ему то ли в вступлении то ли в эпилоде я уже не помню что ему чрезвычайно важно доказать что есть соответствие между описаниями семи дней творения и теми данными которые предоставляет современная наука ну опять же человека этого можно понять я его как бы понимаю но в чуже на то есть как бы от меня такая точка зрения далека все это я говорю возвращаясь к тематике шума как это собственно описано я не буду сейчас во все детали вникать этого описания но я скажу в целом что из этого описания возникает ощущение некоторые вещи а тут выделил что шума владел колоссальные территории не просто владел колоссальной территории которая простиралась фактически вот более-менее совпадала с границами земли обетованы как-то было обещано там скажем авраам а там от сирии на севере и там от ефрата на севере до египта на юге значит и мало того что он как бы владелся колоссальной территории но все окрестные цари склонялись подобострастно перед ним несли ему дары платили ему дань ну как бы поэтому никто не осмирился с ним не дай бог воевать никакой войне даже речи может как-то сказанки уроды бихоль эверонахар на он властвовал на всем как бы на всей территории от эфрата до бихоль эверон армии тифсах в адаза бихоль мальхе врана на и никто с ним не воевал впрочем над и израиль как бы жил как говорят как у царя за пазухой так вот примерно так же точно это здесь описано каждый под свои свои виноградные лозы у своей смоковницы от данна до бершевы границы немножко сужаются это как бы уже такие традиционные границы из израильской территории израильского царства ну при этом надо отметить что в какой-то момент вдруг диссонанс на мы этого коснемся позднее не сегодня но вдруг диссонанс на рассказывается что вообще-то говоря шлоумо был подвергался нападениям со стороны довольно таких мало значительных царьков окружающих его если учесть что согласно этому описанию перед ним там склонялись и хетские цари и фараон египетский с ним породнился и что только нет а при этом царе дома атаковал его царя рама атаковал его это объясняется это было наказание за грех все это как бы происходит в конце его царства но все таки довольно трудно не ощутить это явный диссонанс значит как бы человек владеет просто какими-то колоссальными ресурсами политически не зыблим значит все склоняются перед ними вдруг какие-то там мелкие пчелиные мелкие комариные укусы это очень чувствительно а это очень чувствительно это подрывает весьма серьезная устойчивость израильского царства я уже не говорю о том как описывается его баснословное совершенно богатство такой значит как бы разветвленные чрезвычайно развитый административный аппарат значит наместники на местах которые которых он ставит ну само собой отдельно описывается его потрясающая мудрость которая превышает мудрость всех кого только можно себе представить в частности тех кто заменит своей мудростью не очень понятно то ли пример ставится и дометяне то ли аромей там это на израхи и манга хальколь вы дарда кстати некоторые из этих персонажей потом с легкой руки автора диурея мим становится псалмопевцами левитами вот небольшими такими операциями с произведенными с их именами вот что он там всякие притчи и со всех народов ото всех окружающих народов приходит послушать его мудрости приводится знаменитый пример когда царица макашева царица савская куда-то там с аромийского полуострова приходит испытать его своими загадками на и он как бы потрясает ее как своим богатством так и своей мудростью потом вокруг этой царицы савской естественно было создано огромное тоже количество всяких легенд вот она как духе других всяких инородцев которые появляются в тонахи потрясенные израилем и его богом благословляет 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 бога и ги адуна и луэха барух ашер ха фетс беха летит халь кисы исраэль вот там рассказывается о том что золото и серебро и драгоценные камни во времена что вообще ничего не стоили были как песок или как камни валяющиеся на земле и снова и снова уже в который раз повторяется что вся земля приходит посмотреть на послушать его мудрые изречения и приносит ему всячески богатые дары а вот такое в целом описание и не трудно увидеть что это описание конечно изобилует гиперболы а что это описание ну просто очевидно очевидно преувеличивает реальные размеры этих возможностей царя иудея израиля 10 века до новой эры как бы такого гиперболического описания царя которая скорее напоминает нам то как описываются персидские цари типа кира или дарья а в таком примерно духе не описывается и между прочим в это сейчас вникать особо не хочу но те кто высказываются за относительно позднюю датировку и малахим считаю что значительной степени описание вот этого могущества шло действительно стилизуется под известные тексты описывающие власть сначала сирийских а потом персидских царей значит и вот я сейчас сначала задамся вопросом чисто историческим а потом вернусь к вопросу с которым иначе понятно что это описание явно гиперболизирован но в самом деле можно обнаружить в нем какое-то реальное историческое зерно помимо того факта что вот был такой царь которого звали шклума сын давида мы уже в свое время говорили что у нас нет каких-то явных независимых источников которые бы рассказывали о давиде и шлума но по крайней мере у нас есть надпись из тельдана 9 века до новой эры которая явным образом на бей давид а арамейская надпись судя по всему созданная царем хазаэлем царем арама который который нанес довольно серьезный ущерб как израиль так и иудеи есть определенные точки соприкосновения между этой надписью тем что рассказывается не гимна хим в танахе вот вот там и упоминается бей давид у нас нет с точки зрения исторической фактологии сомневаться существовали таких людей как давида шлума как бы некоторая традиция донесла до нас вести о них но дальше начинается целый ряд проблем которые постепенно выявлялись последние десятилетия и хотя споры не утихают и по сей день но в общем на сегодняшний день все более громко звучат голоса историков и археологов которые указывают на то что в десятом веке до новой эры иерусалим был маленьким маленьким городком с очень маленьким населением и в таком виде он вообще-то оставался вплоть до примерно середины восьмого века до новой эры вплоть до падения северного царства израиля из вечного конкурента иудеи об этом в следующий раз будем говорить вот когда это царство пала под натистом ассирии когда хлынул поток беженцев в иудею когда при всем том что можно по-разному оценивать деятельность такого царя как ахаз который изображается в канахе как ультимативный грешник преступник но при нем иудея на нескольких десятков лет получила покой от воин после того что он склонил так сказать вы перед ассирией согласился быть данником ассирии вот и в общем иудея получила некий политический экономический демографический пуш толчок и государство стало разрастаться в том числе территории иерусалима и она достигает своего пика более или менее ближе к концу седьмого века времена правления ёшияу который помимо прочего смог частично аннексировать территории северного царства который к тому времени были сирийские провинции но ассирия его времена уже практически перестала быть политическим игроком он смог это сделать а в десятом веке до новой эры это был маленький городок иерусалим затерянный в горах с очень маленьким населением сам об этом опять же все что я сейчас говорю можно оспаривать и споры ведутся среди историков и археологов но 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 это достаточно доминантное представление в общем находящее подтверждение результате археологических изысканий раскопок территория самой иудеи было тоже экономически политически довольно мало развита на тот момент чего нельзя сказать о северном соседи который был как раз разве гораздо больше и демографический и исторический и и экономический надо отметить что вообще-то в танахе время от времени как бы эхо превалирование северной северной части сказать израильского этноса доходит до нас вдруг появляются те или иные намеки на то что царь иудеи зависел от царя израиля так это происходило например во времена династии умри ахава или что более позднее время царь израиля захватил большую часть иудеи и ворвался в иерусалим а это произошло во времена иудейского царя амации и во времена израильского царя юаша вот и как бы на этом фоне очень трудно на самом деле представить себе что и давид и шлумов могли действительно реальность владеть такой колоссальной территории удерживать ее править из русалима создать колоссальный административный аппарат из которого такое правление было бы невозможным более того как бы проблема еще заключается в том что очень мало эпиграфических находок того времени на местности очень мало что свидетельствует по всей видимости о довольно низком уровне грамотности речь идет о каких-то скажем надписях в простонародье царских надписях очень мало почти чего нет царского двора это конечно это конечно если судить очень строго объективно смотреть вот на фактологию подрывает подрывает казалось бы степень доверия которую мы можем пытать испытывать прошу прощения к этому тексту вот здесь я как бы опять же хочу вернуться для меня это важно для меня это важно подчеркнуть да конечно речь здесь не идет о синайском откровении которая по определению не верифицируется ничем и как бы в чистой как бы в абсолютном смысле является вопросом веры и хотя там средние века такие люди как рабе и удалили пытались как-то это верифицировать и это в общем как бы в глазах современного читателя выглядит довольно наивно здесь же вроде как бы все-таки речь идет о каком-то действительно историческом описание даже сильно преувеличенным и вот я как бы хочу сказать по крайней мере от своего имени я понимаю что эти вещи как бы могут болезненно воздействовать на сознание верующего человека израильтянина сегодня кто-то может усмотреть в этом как бы посягательство на какие-то святыни вот бы положа руку на сердце я говорю однозначно для меня это не решает абсолютно ничего является это фактологическим историческим свидетельством или нет это ни в коей мере не затрагивает для меня сакральность этого текста текст остается сакральным экзистенциально значим значим и он действительно утверждает наше право на эту землю независимо от того какие вещи в нем отражают какую-то историческую реальную какие как бы возносятся к книге дают абсолютную волю воображения какие отражают какие-то древние традиции которые передавались и совсем не обязательно основывались на какой-то четкой фактологии я подчеркиваю что как бы с моей точки зрения от них не одинок я знаю немало таких людей это никак не подрывает сакральность этого священный статус этого текста его огромную значимость теперь как бы конечно тут могут быть два варианта один вариант такой я не хочу этого знать я не хочу этого знать потому что это создает серьезный дискомфорт значит и это человек который скажет это я отнесусь к нему с полным уважением почему в конце концов каждый должен в этом копаться вот кому интересно тот копается не каждый должен стать историком археологом библеистом исследователем такого такого рода вот понятно что там скажем не будешь вести одинаковый дискурс там скажем со взрослыми заинтересованными слушателями и с маленькими детьми на свое время такой исследователь известный джеймс кугель он же яков кадури рассказал лист верующий религиозный человек он сказал что ну смотрите как бы я не хотел бы посвящать во все эти дела своих детей если они сами этим заинтересуются и захотят я им конечно расскажу но инициировать не будет потому что это может создать когнитивный диссонанс эмоциональный диссонанс и можно это понять с другой стороны люди которым это интересно и которых готовы к тому чтобы сопоставить сопоставлять эти параллельные реальности и не пугаться от того что они не совпадают эти люди что-то наверное получают какой-то какую-то глубину какой-то объем по моему я уже в этом нашем форуме сравнивал всю эту ситуацию с история с древом познания хорошо это или было или плохо что человек поел от древа познания с одной стороны плохо потому что как бы заповедь от него не есть кроме того как бы с этого момента весь его ясный однозначный беспечный мир раскололся на разные куски но с другой стороны после того что он попробовал от этого плода обратно пути нет да ну только там не знаю в конце времен что-то может возвратиться а так вообще начинается реальная история реальное взросление до интерес до наука свое время раф соловейчик это тоже описал я хочу прибегнуть смысле к рафу соловейчику и напомнить у него есть такая замечательная лекция статья называющаяся одинокий верующий человек который он таким образом таким образом как бы анализирует два рассказа сотворения и создает два как бы архетипа адам значит адам как человек науки и адам как экзистенциально ищущий бог это два разных адам но они могут уживаться в одном человеке это как бы некоторые скажут ну это вообще уже тогда это раздвоение личности так невозможно жить но они могут уживаться во мне например они уживаются я думаю что таких людей тоже немало вот поэтому перед тем как я передам вам микрофон тем кто хочет что-то сказать или спросить я еще раз подчеркну даже есть процентном отношении коллеги фактологической правды во всем описание и царствования шлумо не знаю один процент специально это утрирую для меня с моей точки зрения это ни в коей мере не поражает сакральный смысл текста и сакральный его статус и опять же последнее что я скажу опять же соотнесясь с сообщениями из релика которым я немножко поспорил там как бы он самого начала ученые израильские в основном они стараются неспровергнут она кто-то больше кто-то меньше минималисты максималисты там такие сяки вот она а я сегодняшним своим сообщением хочу ему ровно мести так вот я как бы и скажу из ровно противоположного конечно есть ученые там у которых есть политическая подоплека какие интересы и наверно немало такие вообще-то говоря презумпция невиновности такого что прежде всего ученый должен быть ученым он должен исследовать и и как как сказать по заветам спиноза естественный свет должен вести его и ничто другое и поэтому не надо на мой взгляд ожидать непременно подвоха и или наоборот стремиться непременно наносить им урон вот ну вот я здесь сделаю не про остановку и с удовольствием готов послушать вас вопросами замечаниями стыка мне есть ну что тема и довольно важно народ присутствующий эмиль пожалуйста если у кого-то есть замечание вопросы по этой трепещущей теме которые лектор высказался пожалуйста давайте это почти что моя тема как бы при выступлениях я все время в этом говорю у меня в общем то впечатление даже гораздо резче то есть знаю чтобы даже чересчур то есть мне кажется что вообще то есть и не на методологии историческая она никак тут нет фиксирована то есть не и нашей академии не специалистами которые я там упоминал там все статьи если вы помните вот то есть здесь абсолютная прагматика тесто текста то есть заведомо ясно что все эти тексты то есть это обобщение как бы она мне кажется достаточно обоснованно они идеологически вот и собственно можно говорить что очень много есть исторических нарративов на никакой истории нигде до сих пор не написано то есть я имею ввиду древние истории с тех пор как не как которая основывается на фактах да то есть я имею ввиду неакантиянскую школу вот отношения это медиографические науки история построена на фактах я там не знаю кто там дельте я не знаю шпенглер я сперс я не знаю кто там и представители которые очень делали сильный упор то есть это не философы на самом деле на фактологической истории и как не надо подходить вот а то что касается значит религиозности текстов сакральности это тоже часть в общем-то прагматики текста то есть она может быть это идеология либо политическая либо сакральная вот сакральность по моему как я ее так сказать понимает можно лично моё мой подход это точно сакральных текстах то что их отличает в них есть то что я называю психотехника есть определенные идеи которые пытаются внедрить сознание определенным образом данным так как это сейчас делается может быть но более культурно может быть да вот но это тексты которые предполагают усвоение этих истин поэтому верующий человек никак не может от этого отказаться хотя есть например наука и вера это есть статья макса планка где очень четко все поставлено где-то на чем-то без коровку может быть на стоит ее собственно при он сам был верующий человек занимался наукой и высказался об этом очень четко и ясно поэтому тут действительно получается что очень много как бы исторических нарративов таких текстов которые строят или после все такое то что фактологические вещи ну например там и в греческой мифологии там были написаны храмы там познай себя и такой эпифии там и что они сказали что боги говорили это могло быть сделано и потом собственно говоря это никак не связано с фактом с реальным с того что допустим что на горе и вал там это все это именно так оно и было и что это в общем-то не какой-то повтор или какой-то какая-то реставрация опять-таки идеологическая в какое-то совершенно другое время то есть ну может быть определять даже что это что-то такое было на это все совершенно не то и не так то есть задачи были совершенно это специфика еврейская то есть у нас все в религии допустим так же как у россии все их все это их литература да то есть них там история религия и все все это через литературу там достоевский туда-сюда и так далее понимаете то есть это идеология она должна быть очень хорошо значит как бы проверено в общем-то и на этой основе уже можно пытаться строить я очень долго искал древнюю струю израиля фактически почти ничего не нашел очень много разных высказываний нашлись какие-то оппоненты у меня вот бесполезно совершенно мне было спорить потому что опять-таки я говорил что есть такие сайты где вообще просто история израиль вообще не упоминается и и до сих пор философы стараются это все как бы скрыть и говорят о египте о том что все эти идеи которые есть значит еврейской религии они все из египта и все это я предлагаю я предлагаю я предлагаю первых спасибо большое я предлагаю все таки как бы это отдельная немножко тема да источники влияния источники влияния которые действительно устанавливаются в ряде случаев но это отдельная тема да мы как бы я может быть и начал бы даже эту тему если бы вот я не присутствовал на том форуме поэтому я как бы поскольку все-таки касается непосредственно обсуждаемой нами тематики нашем курсе я подумал что вот это как бы программное методологическое такое отступление оно имеет значение а чтобы понимали все-таки чем мы занимаемся в целом я принимаю то что вы говорите а кто-нибудь еще что не хочет сказать 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 и спросить на хама на хама я не понимаю либо туда либо сюда ты за белых за красных что происходит это самая каждая следующая находка вот такого типа как например она может какие-то новые окна открывать но некоторые не признают конечно как пытаются это объяснить иначе но вообще довольно сильное свидетельство в то что того что было в десятом веке какой-то не маленькой деревне а все таки серьезное государство здесь который держал посты серьезные ну опять же все согласятся да я поэтому да я специально как бы хотел именно вот крайнюю точку зрения изложить я сразу же говорил что она оспаривается и что есть как бы артефакты которые позволяют истолковать ситуацию немножко иначе я специально хотел вот как бы крайнюю точку экстремальную это я в тянула это я в тянула хорошо хорошо я поискала что я могу сказать окей единственное в том что я поняла да Давид высказал крайнюю но на самом деле в археологии во всех случаях в археологии да но не только в археологии есть различные совершенно точки зрения и в анализах текстов есть различные точки зрения иногда какие-то произведения разносят так сказать очень широко разные трактовки разносят их очень широко широ ширин например есть есть некоторые которые вдруг стали относиться довольно рано считая что все эти иностранные слова у них есть другое происхождение они иначе пропадают но неважно как бы наука она у меня есть в настоящее время особенно такая наука которую мы занимаемся она каждый новый интересный факт может изменить угол зрения несомненно да несомненно если можно я хотел не знаю насколько это в тему но у меня все очень кажется это созвучно да у меня как бы все время такое ощущение да и не даром сказал за белых или за красных у меня такое ощущение что особенно ну как бы более-менее в нашей среде скажем так да болеть шува вот ну вот что-то типа этого вот это вот диалоги они все время типа за белых за красных мне вспоминается мы тут читая книгу к душа ватэва рава шерки вот там много интересного близкого на эту тему например одна такая штука он говорит что слово эмуна да а по-русски так это вообще вдвойне но это неправильно что эмуна эмуна обычно предполагается что это то что нельзя проверить как бы фактически человек принимает то что по-русски говорится на веру хотя он утверждает слово эмуна изначальный смысл это то что истина что человек читает истинно это является это является физически существующим а не то что нашли не нашли какое-то физическое доказательство и так дальше и еще одна фраза тоже мне кажется что это близко мне это очень задел то что он будет он выше вот эти вот споры которые мы существует которые мы слышим да мы как бы с детства да гагарин летел в космос как бы не видел бога бога нет окей он говорит что это вот это вот вообще дискусс такой, Бог есть, Бога нет, он котнуни. Почему он котнуни? Потому что он принижает вообще все. Он не сводит мыциют Всевышнего, мыциют веры, мыциют человека. А мыциют человека, оно огрещено. Поэтому все эти выставления вот этих самых камешков нашли это, нашли это. Я совершенно не преуменьшаю. Как бы могут быть какие-то великие эти самые открытые и все прочее. Но тем не менее, никакого отношения к истине в смысле иммунной. Это как бы, мне кажется, это другие полисы совершенно. Вот как бы мое ощущение. Окей? Хорошо. Спасибо всем. Я с этим тоже согласен совершенно. Я другими словами, но в общем то же самое примерно пытался и сказать. Ну хорошо. От этого широкого взгляда я предлагаю предлагаю сейчас как бы перейти к чему-то более конкретному и узкому. А именно и это тоже было заглавлено в рамках сегодняшнего занятия. Это значит вот скандальная история с многоженством Шлумо. мы попробуем так под увеличительным стеклом прочитать эту историю. Но для того, чтобы прочитать ее, мы все-таки соотнесемся с какими-то исходными текстами Торы в первую очередь, которых содержится запрет на те или иные виды браков. Значит, в первую очередь, значит, надо помнить все-таки сказать два слова, что вот в 11 главе книги Малахим, которую мы еще будем смотреть, говорится, что Шлумо брал в жены много женщин, и эти женщины были женщинами инородными и язычницами, которые в результате втянули его в язычество и привели к крушению единого царства. Это как бы некоторая теологическая модель, которая там рассматривается. Теперь как бы от этой модели я еще раз хочу вернуться вот к тому, на чем все это может, в принципе, основываться. Это основывается, на самом деле, на двух типах законов, которые озвучены в Торе. Есть закон, который запрещает брать в жены женщин ханаана и, собственно, в той же степени отдавать своих дочерей в жены мужчинам ханаана, потому что это неминуемо приведет к уклонению от истинной веры, от веры в Бога Израиля. Здесь используется такой очень, как бы сказать, резкий глагол, метафоричный в чем-то, но очень такой как бы болезненный, лизнот. лизнот, это не только предаваться блуду в чисто сексуальном физиологическом смысле, но это и метафорически уходить к другим богам. И вообще как бы это немножко другая метафора, но связанная с ней в Танахе существует представление о том, что народ Израиля в каком-то смысле представляет собой невесту или жену бога Израиля, и поэтому уход в язычество это супружеская измена. В этом же тексте из книги Шмот, которую я вам показываю, бог называется Кана, его имя Кана, Кана Шмо, он бог ревнивый, это на самом деле довольно существенный атрибут, мало того, что он существенный атрибут, возможно, что это выражает сущность действительно имени бога с точки зрения такого исследователя Шмот и Тейна, который сообразовывался с арабскими параллелями, он как бы выдвинул гипотезу, что четырехбуквенное имя бога обозначает ревнивец. Это и есть его значение. Не то, которое мы предполагаем, основываясь на некоторых аналогиях иврит-арамейских, что это связанное с бытием, о вечном бытием, а что это именно вопрос ревности. Бог ревнивый. Он бог ревнивый, поэтому ни о какой толерантности религиозной не может быть и речи, есть требование служить только ему. И браки, смешанные браки с ханаанеями подвергают эту верность не просто испытанию, а непосредственной опасности. Поэтому Тора в нескольких местах запрещает это. Одно место это вот 34-я глава книги Шимот, второе место, скажем, в книге Дворим более четко прописанное. Книга Дворим вообще гораздо более агрессивна по отношению к ханаанеям, нежели другие части Торы требуют их тотального уничтожения, хэрем, как тут написано, ахарем тахарим отам, уничтожить полностью. И опять же, значит, вэлло титхатэн баам битхало титэн ливно уветолу тиках ливнеха, значит, никаких браков, потому что они тогда уведут себя к другим богам. А это вызовет неминуемый гнев бога и страшное наказание. Значит, ну, кроме этого закона, ясным образом написанного, и, кстати говоря, отчасти повторенного в книге Иошуа, 23 главе книги Иошуа, говорится тоже, если вы, не дай бог, это завещание Иошуа, значит, прилепитесь к народам, которые остались здесь на этой земле и будете заключать с ними браки, входить в них, и они в вас, тогда, значит, берегитесь. Вот, есть еще один закон, этот закон находится тоже в кубе дворин, и, надо сказать, что он, этот закон спорный по своему значению, он находится в 23 главе книги Дворим и говорит о том, что аммонитянин и мавитянин не может войти в общество Господне. Мы уже упоминали этот закон в связи с книгой Руд, вот, я уже тогда сказал, что в отличие от закона, связанного с ханониями, где явным языком прописано, что речь идет о запрещении на брак, здесь это не так однозначно. Значит, есть разные интерпретации вот этого запрета, но одна из них, это действительно интерпретация, которая связана с запретом на брак с аммонитянами и мавитянами, эту интерпретацию поддерживали мудрецы, с моей точки зрения, она уже как-то, как бы, имплицитно присутствует в книге Руд, но еще до книги Руд, она, судя по всему, уже как бы находилась в сознании авторов книги царей, книги Млахим, потому что среди жен, которых берет Шлумо, упоминаются мавитянские и аммонитянские женщины, там упоминаются и ханаанские, и мавитянские, и аммонитянские, то есть это уже своего рода такой, как бы, если угодно, мидраж, галактический мидраж, когда два разных текста Торы соединяются в одно, они соединяются в одно, и как бы из этого делается некий галактический вывод о нарушении запрета. Я на секунду покажу этот текст, еще раз, чтобы мы убедились, и еще на один источник потом укажу, текст этот, текст этот, секунду, вот он, да, мэлек шлому, агав нашин, но хриот работ, царь шлому любил многих инородных женщин, в Эгбат паро, они отдельно речь пойдет, муавият, амуният, адумият, цидуният, хитият, да, тут не говорится канонийские народы, надо отметить, что хитейцы хеты упомянутые в Торе среди тех семи или десяти народов, которые населяют землю Ханаан, а главное, что дальше текст явная отсылка к текстам Торы, вот, причем отсылка, которая, судя по всему, создает контаминацию между этими законами, значит, язык брака, льо титхатен, язык вхождения, льо того, они как бы здесь объединяются, но они, повторяю, объединяются и раньше, вот, в книге Иошуа они появлялись, вот, так что это не случайно, книга Шофтим тоже упоминает эти запреты, значит, и последний источник, перед тем, как мы сможем перейти к, собственно, книге Малахим, это закон о царе, закон о царе в 17-й главе книги Гварин, который гласит, что я сейчас не касаюсь той темы, которую мы уже обсуждали, вопроса отношения к царству вообще, но так или иначе, если у Израиля будет царь, то на этого царя будут наложены некоторые ограничения, которые делают его нечто, превращают его в нечто вроде конституционного монарха, ну, во-первых, он должен быть не должен быть инородный сам по себе, он не должен умножать армию, коней и ни в коем случае не вернуть народ в Египет и не должен умножать женщин, жен, да, и чтобы не сердце его не отошло, ле-я-су-леваву, причем тут не говорится о женщинах инородках, но вполне возможно, что более поздние авторы поняли это так, если сам царь не может быть инородцем, ле-ту-халя-тета-ле-ха-иш-но-хри, не сможешь поставить на себя над собой царем инородцем, то и жены его, видимо, не должны быть инородными, да, инородками, потому что иначе его сердце отойдет от Бога, ле-я-су-леваву, то есть используется ровно тот язык, который в книге Дворим и в книге Шмот используется по отношению вот к этим бракам с хананьями, ну и серебро и золото, чтобы не умножал, да, значит, надо сказать, что этот текст книги Дворим, он чрезвычайно дискутируется, помимо прочего, дискутируется его взаимоотношение с рассказами о Шломо, да, значит, рассказывали о Шломо, опираются на этот текст и как бы таким образом имплицитно критикуют Шломо за его богатство, за его армию, которая, помимо прочего, приходит из Египта, или же этот текст, текст книги Дворим как бы намекает задним числом на царствование Шломо, где, надо сказать, при описании самого царствования, ему не ставится в вину то, что у него большая армия и то, что у него много золота и серебра, наоборот, там это как бы описывается Птигим Лохим как одно из величайших достоинств, заставляющих всех склониться перед ним. Но вполне возможно, что существовала в народе Израиля некая интерпретация всего этого, зафиксировавшаяся в книге Дворим, что это как бы постепенная деградация. Тот, кто начинает множить армию, умножать все сокровища, он, несомненно, яхшается с народцами, окончается это нехорошими браками, и отходом от Бога. Книга Дворим, надо сказать, в этом конкретном законе, повторяю, казалось бы, женщины народа не упоминает, но, возможно, намекает на них. Впоследствии, впрочем, надо отметить, что существовали всякие споры уже в эпоху второго храма и в эпоху Хазаль по поводу того, сколько жен может иметь царь, скажем, Хазаль говорили о восемнадцати женах, вот, а в Кумране, скажем, в Кумране утверждалось, что царь имеет право иметь только одну жену. В храмовом свитке в Кумранском написано, что царь имеет право иметь только одну жену, и это учится как раз без нашего закона. Пусть не умножает себе жен, умножает, значит, не больше, чем одна. Значит, вот все эти тексты, они как бы в каком-то смысле будут служить нам фоном при обсуждении вот этой истории с грехопадением Шлумон. Но до этого времени я все-таки хочу отметить, что сама книга Малахин сначала рассказывает очень в таких выдержанных планах о том, что царь Шлумон породнился с египетским фараоном. А имя фараона здесь не называется. Некоторое общее такое вот видение египетского царя и опять же ощущение такое, что здесь в этом описании это отнюдь не воспринимается как что-то за что можно было бы укорить Шлумон. Наоборот, это как бы некоторая честь. Тот самый Египет, который когда-то держал нас в рабстве, сейчас пожалуйте отдает египетскую принцессу замуж за иудейского царя. Это не фунт изюма. Значит, опять же, с исторической точки зрения, это весьма проблемное заявление, потому что мы знаем, как фараоны различных династий вплоть до эллинистического периода относились к таким бракам между собой и представителями зарубежных держав. Они, в общем, большей части, как потом греки, считали другие народы народами варварскими, недостаточно культурными и принцесс своих на сторону не отдавали. Известно ли это было автору книги Малахим, не знаю. Если известно, то тогда он как бы специально намеренно нарушает конвенцию и говорит, а вот для Шлумо сделано исключение. Ему египетский фараон отдал свою дочь, которую он привел себе в город Давида, вот, и более того, он не только отдал ему эту дочь, но он ради своего зятя повоевал даже с некоторыми ханаониями и захватил такой важный город, как Гезер, сжег его дотла, уничтожил хана, не вживших там, и отдал всю эту территорию в качестве приданного своей дочери, когда она выходила замуж за Шлумо. А вот вплоть до такого утверждения дело доходит. А мы знаем, что в это время надо отметить, в 10 веке до новой эры. Египет уже не имел такого влияния на происходящее в Ханаане, как это было, скажем, до конца с 15 и до конца 13-го, начала 12-го века, до нашествия народов моря, когда собственно говоря Ханаан находился под египетской юрисдикцией. Вторая попытка вернуть власть над Ханааном была сделана во времена как раз-таки сына Шлумо, Рехавама, когда египетский фараон Шишак, он же Шишенк или Шишонг, действительно ворвался в Ханаан и захватил довольно немало территорий, но удержать их за собой все равно не смог. Так что в конечном счете утверждение, утверждение, которое мы видим здесь о том, что фараон с такой легкостью расправлялся с Ханаан и отдавал потом это все Шлумо, оно тоже как бы конечно выглядит довольно гиперболизированным. Но я еще раз повторяю, что в общем мы не находим здесь какого-то какого-то осуждения в адрес Шлумо, наоборот, такой дипломатический почетный брак. Потом он переводит дочь фараона из города Давида в специальный дворец, который он ей строит. И здесь как раз вполне уместно и на этом мы сегодня видим и закончим указать на то, что делает с этим автор книги Хроник, который пишет через несколько столетий. Автор книги Хроник во-первых, ничего не говорит о браке Шлумо с дочерью фараона исходно, как он на ней женился, не рассказывает о том, как египетский фараон захватил Гезер и передал это Шлумо, потому что в глазах автора книги Хроник это унижает достоинство Шлумо. С какой-то стати Шлумо должен зависеть от милости египетского фараона. А кроме того, очень любопытно он добавляет к тому, что говорит автор книги Блохим насчет перехода дочери фараона из города Давида в дом, который Шлумо построил, дополнительную вещь. Он говорит, смотрите, что он пишет. ки амар льот и шев и шали бэвей давид мелех и сраэль ки кодыш гем ашерб алием арона зонай. Значит, это место священное. Тут находится ковчег завета со времен Давида. Здесь не должна быть женщина. И комментаторы обсуждают это место и задаются вопросом, вообще женщина или в данном случае подразумевается конкретная женщина дочь фараона, которую он переводит отсюда. И таким образом скрыто, очень скрыто и очень осторожно выражает свое негативное отношение к самому факту породнения Шлумо с египетским царским домом. И уж во всяком случае старается создать некую апологию и сказать, что Шлумо по меньшей мере позаботился о том, чтобы эта женщина была отдалена от территории храма как можно дальше. То есть мы видим, как создается Медраж. Есть текст книги Млахим о женитьбе Шлумо на дочери фараона, вполне такой симпатизирующий этому и видящий в этом достоинство Шлумо и есть текст и хроник, который минимизирует сообщение об этом и старается каким-то образом создать апологию вокруг этой истории, апологию Шлумо. Как же получилось, что в результате книга Млахим внезапно меняет свой тон и превращает Шлумо не просто в грешника, а в ультимативного грешника, нарушающего один из серьезнейших законов Торы и обвиняющего его в том, что он впал, выдал поклонство на старости лет, но об этом мы будем говорить уже в следующий раз. Сейчас, если есть какие-то вопросы, замечания, соображения, то пожалуйста. Народ, вопросы? Маленькая, может быть, банальная фраза, я дико извиняюсь, но вот по ассоциации, может быть, есть такой подход, сразу изведясь за то, что я говорю, то, что позволено, я не буду говорить богам, это как бы не наша тема, то, что позволено великим, не позволено смертью, то, что позволено Давида Амеллаху история с Батшевой, не позволено остальным, то, что позволено Шлому Амеллаху, не позволено ах-то другим, все. Вопрос, позволено ли? По большому счету не позволено, но им это сходит, потому, почему? Потому что они выполняют важную задачу. Ну, не знаю, насколько сходит, да, сходит в том смысле, что надо каким-то образом, мы об этом в следующий раз будем говорить, с одной стороны надо объяснить распад царства произошел, а с другой стороны сохранить династию, потому что династия сохранилась, династия Давида продолжалась существовать, вот, и это надо было как-то объяснить, то есть при том, что автор книги Млахим, книги царей, в отличие от автора книги Деврия Амеллаху, готов рассказывать о прегрешениях Давида и Шлому и обвинять их очень серьезно в этих прегрешениях и говорить о наказании, тем не менее, значит, как бы, это наказание, оно ограничено, это да. Я, я, я осмелюсь так вот опять очень-очень осторожно сказать, может быть, как бы общий подход, да, опять, я прошу прощения как бы за банальность, как я это представляю, подход такой, с одной стороны, мудрецы, еврейская традиция, она снимает все покровы, то есть, мне лицеприятно то, что говорится по-русски, она говорится, говорится, да, действительно, и про Давида Меллах и про Шлому, неправ, но когда спрашивают, ну, а как, ответ такой, Каха. Ну, я бы так не сказал, ну, хорошо, мы об этом поговорим, если решить. Это нам известный подход, правильно? Лама, Каха, все? Да, я понимаю. Окей, ну, хорошо. Я бы сказал, что вот, отвечая на Тану, что здесь даже совсем противоположно, здесь как бы преднамеренность есть такая, то есть, создается прототип богатого человека, царя, который все имеет, это то, что мы находим в Каэлите, да, вот, и вот он все такое, все такое, вот, а вот он, если он грешит, то его ждет наказание, то есть, вера и послушание, и выполнение Тары в любом случае оказывается главным, то есть, чтобы другим не было повадно, чтобы они не думали, что кому-то что-то может проститься за то, что он такой богатый, или что он мудрый, или все, так нет оказывается, вот, и вот в Каэлите как раз выводится этот человек, который там, конечно, другая идея, там, что человек, вот он все богатый, и все у него было, а нет, все суета в противоположности этому, так и здесь, как бы ты ни крутился и никаким бы ты ни был великим и большим, но Таро это главное, и, в общем-то, в конце концов, все приводится к этой идее в наших книгах, так я понимаю. Окей, ну, вообще, каждый раз, когда мы читаем книгу Каэлита, у некоторых людей, не очень, да, вот, именно про то, что вы сказали, простой смертный, может сказать, нет, ну, я понимаю, что, когда человек, который прошел, все испытал, все, он говорит, ребят, не надо туда ходить, я прошел, все испытал, это все суета, суета. Ну, этот человек говорит, знаешь, что, я бы вообще тоже хотел немножко пройти вот так, так, всяко, потом бы посмотреть, это суета, суета, покайфовать, понимаешь, есть, как бы такой подход получается, ну, как бы человек все прошел, а потом говорит, да, все, суета, суета, я там был, у меня все это было, и это было, и то было, и то было. Ну, было, окей. Другим тоже хочется. Ну, хорошо. Всем большое спасибо. Окей. До следующей встречи. Окей. Как говорит Нехам, оставайтесь на нашем канале. Это всегда справедливо. У нас грядут всякие изменения на политической арене в Израиле, оставайтесь на нашем канале, несмотря на другие каналы. Несмотря на новости, которые сейчас повалятся, как из роги. Ну, их нафиг, да. Оставайтесь на нашем канале, да. Окей. Мы стабильны, мы стабильны. Наша коалиция стабильна. Да, мы стабильны. Наша коалиция стабильна. Окей. Мы всегда стабильны. Окей. Всем счастливо. Всем счастливо. Спасибо. Спасибо огромное. Пока.